Это самый большой парк в Навле. Его площадь почти 8 гектаров. А еще здесь уникальный набор растений. Огромные сосны соседствуют с вековыми дубами. А рядом акации. Казалось бы, им место вообще где-то на юге нашей страны. Вековые деревья были свидетелями ярких моментов истории поселка. Несколько десятилетий назад здесь был лесной массив, в котором во время войны шли ожесточенные бои. С тех пор на окраине поселка находится братская могила воинов-освободителей. Здесь была 10-я танковая бригада, 169-я стрелковая дивизия. И те воины, которые сложили голову при освобождении Навлинского района, поселка Навлин, часть из них была здесь захоронена. Памятник достаточно давно здесь был возведен. Еще помню, в 80-х годах, будучи школьником, традиции были того, что детей на 1 сентября приводили сюда, рассказывали истории. Рассказывали истории военных лет, рассказывали о комсомольцах, подпольщиках. Сейчас огромный тенистый парк – легкие поселка. Это место притяжения молодежи, пожилых людей, физкультурников. По длинным аллеям очень любят гулять семьи с детьми. С двумя очаровательными дочками в ожидании третьего малыша в парке регулярно отдыхает Марина Никитушкина. Поставили скамеечки. Ну, нам наш парк нравится, мы живем поблизости, озеро нам нравится. Уже прибыла и очень скоро будет установлена купленная топиарная фигура. Рядом с качелями выделено место под песочницу для малышей. Дорожки теперь проложены там, где годами были протоптаны жителями тропки. Несколько лет администрация из поселкового бюджета выделяла деньги для того, чтобы проложить дорожки, прогулочные зоны сделать, провести освещение. И в этом году мы подготовили проект по установке урн, лавочек, фотозоны и качелей. По проекту формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда» на благоустройство было выделено около 2 миллионов 400 тысяч рублей. При этом зеленый массив сохранил свою первозданную красоту. Наталья Будник, Сергей Дюков. События. Навля.